Добрый вечер, уважаемые якутяне! Добрый вечер, я сегодня работаю в колл-центре приема сообщений и обращений граждан главе республики. У нас уже поступает очень много звонков, но мы готовы принять любой вопрос от наших телезрителей. Разрешите пригласить в нашу студию главу республики Саха-Якутия Егора Фанасьевича Борисова. Здравствуйте, Егор Фанасьевич. Давайте я вам немножко покажу, как работает наш колл-центр. Как видите, у нас несколько телефонов. Телефоны работают? Работают, все работают. И наши работники могут принять 7 звонков параллельно. А могу я телефон поднять? Можете, конечно, на любой звонок можете ответить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Егор Фанасьевич, да? Алло. Алло. Алло, это Егор Фанасьевич? Да, да, да. Ой, здравствуйте. Во-первых, восстанавливаю вас праздником наступающим. Спасибо. У меня такой вопрос. Моему отцу 79 лет, да? И он уже полгода не может попасть в генетическую больницу, ну, профилактику провести, полечиться, да? Вообще очень трудно туда попасть. Вот как вы можете объяснить, почему она так случилась и можете ли помочь в чем-то? Это Анна Петровна. Анна Петровна, ну, я вопрос понял. Дело в том, что сегодня это направление у нас очень востребовано. Вы сами знаете, что в последнее время у нас продолжительность жизни растет. Сегодня достигли 71 год. Это очень, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, наше старшее поколение нуждается в определенной поддержке в области здравоохранения. И мы, конечно, имеем республиканскую больницу номер 3, которая называется геориатрическая. Но при этом мы знаем, что кое-как не хватает, где-то более, как мне министр доложил, около 400 с лишним человек стоят на очереди. То есть, наверняка, в эту очередь попадает и ваш отец. Да, да, да. Так, поэтому мы в прошлое воскресенье с руководством здравоохранения обсуждали эти вопросы. Но как будто я уже сегодня имел в виду, наверняка, этот вопрос чувствуется. И мы приняли решение о том, что будем создавать в районах геориатрические отделения в среднем по 15 коек дополнительно к тому, что у нас республика имеет. Поэтому я надеюсь, что ваш отец попадет в это отделение. Ну, в таких случаях обычно персонально обращается. Поэтому напишите заявление, я постараюсь вам помочь. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Еще раз с вами. Спасибо, до свидания. Начало заложено. Спасибо вам, Егор Фанасимович. Телефон работает. Работает. Далее я вас провожу до основной нашей студии. Добрый вечер, Егор Афанасимович. Добрый вечер. Пройдемте в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые друзья, сегодня здесь присутствует в студии Варвара Михайловна Устинова, в которой вчера указан президентом Российской Федерации Владимир Владимировича Путина. Ей присвоено звание Героя Труда России. Давайте поздравим. Поздравляем вас. Мы гордимся. Сегодня все-таки есть такая возможность оценивать труд человека. И вчера я награждал очень многих наших земляков государственным наградами Российской Федерации и Республики. А сразу, когда вышел, позвонили с наградного отдела и сказали, что у нас появился второй Герой России в современной истории. Из 25 Героев России, которые получили последние 5 лет, двое якутяне. Михаил Николаевич Готовцев и Варвара Михайловна. Поэтому поздравляем. И сегодня прошу принять активное участие. Егор Афанасьевич, разрешите представить наших модераторов. Корреспондент НВК Саха Дарья Анкехова, корреспондент Ясия Николай Борисов. Ну а в студию мы сегодня пригласили героев многочисленных наших репортажей, настоящих патриотов нашей республики и просто активных граждан и героев сегодняшнего дня. Егор Афанасьевич, сегодня в течение двух часов мы будем общаться не только с аудиторией. У нас будут телефонные звонки, также по скайпу к нам присоединятся. Ну и, конечно же, наши земляки отправили очень много вопросов по WhatsApp, так что у нас будет такой интерактивный эфир. И первый вопрос я прочитаю из WhatsApp, нам присылает абонент МТС. В преддверии Дня Республики Саха-Якутия хотелось бы услышать от Илдархана, в чем выражается государственность республики на данном этапе развития? Ну это очень такой важный вопрос. Но прежде всего хотел бы всех поздравить вас, в том числе и телезрителей с наступающим праздником Дня Республики. Этот день имеет очень большое значение в нашей жизни, потому что ровно 95 лет назад была создана республика, на территории Якутии, республика, которая называлась Якутская автономная советско-социалистическая республика. И мы впервые приобрели государственность в начале 20 века. Вы знаете, кто привел к таким понятиям, как государственность, республика. Это лидеры нашей молодой интеллигенции того времени. Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Сидор Николаевич Барахов, Степан Максимович Аржаков. И такая плеяда молодых людей, которые понимали, что через это понятие республика, через понятие государственность можно добиться резкого развития нашей Якутии. Ну а с другой стороны, хотел бы сегодня подметить, что вообще желание получить полномочия, определенные права для того, чтобы решать свою судьбу, самоуправление, было попыток много в Якутии. Еще мы 385 лет входим в состав российского государства. И начиная с 18 века, с 19 века у нас были представители якутского народа, которые обращались тогда в то время к царям, для того, чтобы получить дополнительные права, чтобы решать свои проблемы. Но более такого полнокровного все-таки решения этот вопрос получил созданием автономии. Поэтому мы сегодня отдаем дань уважения всем, кто добивался этих прав и свобод для якутян. И, соответственно, я хотел бы просто сегодня объяснить, что такое вообще государственность и на каком этапе сегодня находится. Здесь есть, конечно, определенные сложности для получения представления о государственности. Поэтому скажу, что в 1922 году, когда мы приобрели статус республики, здесь, в принципе, развития-то не было. У нас было то, что мы знаем, сельское хозяйство и не более. Наши люди занимались скотоводством, коневодством, и все на этом закончилось. Жили в сложных условиях. Но потом, когда приобрели статус республики, поимели определенную государственную полномочия для того, чтобы решить свое развитие, планировать. И в условиях Советского Союза, в условиях советской экономики Якутия очень резко получила развитие. Вы знаете, в 20-х годах у нас было развитие золотой промышленности, в 50-х годах алмазной промышленности, в 70-х годах угольной промышленности. Кроме того, получила поддержку сельское хозяйство. И, соответственно, мы, народы, которые 90 с лишним процентов были необразованными, стали образованными. У нас не было ни театров, ни клубов, ничего. За это время мы получили очень большое культурное развитие. Но при этом мы понимали, что все эти вопросы решались с центра, с Москвы. Любой вопрос, который необходимо было в детстве решать, они соглашовывались и решались в то время, в советское время. Если хочешь дом построить, клуб построить, какую-нибудь школу построить, надо было обращаться в Москву за решением, за финансированием. Поэтому в то время при всем при этом права и полномочия были тоже усеченными. Ну вот в 92-м году, во-первых, мы получили свою новую конституцию, 25-летие, которую в этом году отметим. И, соответственно, мы начали абсолютно новую жизнь. И это был новый виток развития республики. И мы, пользуясь ситуацией, пользуясь историческим моментом, получили дополнительные себе самостоятельно решать свое развитие функций и полномочий. Но, чтобы нам было понятно, что такое государственность, обычно сегодня люди говорят о том, что в начале 90-х годов было веселее, вроде много решали, много было вопросов торга с центром. Но это не так, что мы правильно должны это представить. Когда страна Советского Союза распалась, а потом появилась Россия, другие страны постсоветского пространства, они приобрели для себя определенные суверенные права как государство самостоятельное. Но при этом мы жили в начале 90-х годов законами Советского Союза. А перешли на рыночную экономику и капиталистическую систему, и мы встретили противоречие советского права или советского законодательства, советских условий жизни с реальной картиной капиталистической рыночной экономики и, соответственно, и права. В этом случае на основе этого противоречия, конечно, было создано условие и дальнейшего распада российского государства. И в связи с этим очень быстро было принято решение принятия, в первую очередь, Конституции Российской Федерации. И это в 93-м году было сделано. За это время мы, субъекты Российской Федерации, понимая ответственность, что очень много зависит от субъектов, приняли решение заключить федеративный договор. Договор, который сохранил Россию. А потом российское руководство поняло о том, что у нас нет никакого правового поля, нет никакого экономического поля. Пошли там договора, соглашения между субъектами, в том числе Республикой Саха-Якутия. И, соответственно, это создавало трудности. И тогда субъекты, с одной стороны, понимая, что сохранить надо Россию, а с другой стороны, иметь какие-то полномочия и права, стали продвигать вопросы правового содержания взаимоотношений с федеральным центром. И на этой почве очень быстро начали разрабатывать и реализовываться законы. И тогда мы смогли протолкнуть такие законы, которые уже определили решение полномочий и функций субъектов уже на правах самостоятельного определения своей дальнейшей судьбы. Вот такие права Якутия получила. И потом уже совершенствовалось законодательство по финансовым вопросам, по другим направлениям, по экономике. И сегодня мы имеем уже полностью единое пространство правовое на территории Российской Федерации с очень широкими полномочиями субъектов. И это усилилось, когда в начале 2000-х годов мы решили вопросы самоуправления. То есть мы внедрили самоуправление и, соответственно, уже и на местном уровне права расширились. Вот в этом заключается смысл государственности субъектов, особенно таких, понимаете, как республики. Вот в этом сегодня выгода о том, что республика Сахо-Якутия свое стратегическое развитие, свое тактическое решение вопросов, свое представление о будущих дел решает сама. Ни у кого не спрашивает. Единственное, мы понимаем, что находимся в Российском государстве. Мы всегда видели это в составе своего развития в составе государства в Российском. И определяли свое направление развития только в стратегическом плане соответствовать развитию Российской Федерации. Все остальные мы сами решаем. Вот это самое главное достижение, которое мы совершенствуем, разбиваем сегодня, чтобы права и полномочия не каким-то образом не были ущемлены, а расширялись. Вот эта работа ведется. И вот совсем недавно Владимир Владимирович Путин дал поручение своим экспертам, чтобы еще раз посмотреть именно оригинальные политики с точки зрения расширения полномочий. Вот это и есть государственность. Вот это и есть права и полномочия, которые мы определяем. И мы сегодня этим и занимаемся. То есть в 22-м году, в 19-м и 20-м веке, в 92-м году, в конце 20-го века, мы получили такие возможности, что республика, уже ее жители решали свою судьбу сами. Расширенные. И сегодня эта работа ведется дальше и развивается. Вот это самый главный вопрос. Вот этими мы и занимаемся. Вот это и есть элементы государственности, которые сегодня продляют нашу судьбу. Вот хотел я немножко расширенно, хотел бы это объяснить, потому что это очень большой вопрос. Спасибо, Егор Афанасьевич. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 32-01-11, 35-38-83, 32-57-69. Егор Афанасьевич, у нас есть кайт присоединения. Давайте выслушаем первое кайт присоединения. Мне подсказывает, что к нам связались с Устнеры. Устнера, как нас слышите? Добрый вечер. Добрый вечер, слышим вас хорошо. Здравствуйте, уважаемый Егор Афанасьевич. Добрый вечер. Слушаем вас. Елена Сапегина, Аймеконский район. Слушаем вас. Одним из важных вопросов для нашего района является увеличение собственных доходов бюджета. Вопрос состоит в следующем. Большинство мигрантов, которые приезжают на работу в Аймеконский район, оформляют патенты в городе Якутске. А трудовую деятельность осуществляют у нас в районе. Из-за этого мы теряем порядка 8,5 миллионов рублей в год. Можно ли рассмотреть вопрос, чтобы оформление патентов происходило на территории нашего района? Спасибо за вопрос. Это не можно, а нужно рассмотреть этот вопрос. Это очень серьезная тема мигрантов. У нас, во-первых, мы, конечно, вынуждены привлекать мигрантов с точки зрения привлечения специалистов узких. Но мы знаем, что очень много приезжает специалистов или рабочих, которые по приглашению наших хозяйствующих субъектов для решения простых вопросов, к сожалению. Ну и, соответственно, для того, чтобы быть более свободным в продвижении по территории, они, вот как вы говорите, чувствуются, проходят все операции получения разрешения в городе Якутске. Это, соответственно, несправедливо по отношению к районам. Поэтому мы должны решить два вопроса. Во-первых, в последнее время мы слышим определенное недовольство в том, что мигранты начинают переходить как бы границу по определенным причинам. В частности, речь идет, ну, приезжают люди в большинстве случаев необразованные, простые люди, которые языка не знают, культуру, традиции наши не знают, и вступают в противоречие и, соответственно, нарушают законодательство. С другой стороны, сегодня у нас появилась угроза терроризма. Мы это хорошо знаем. Поэтому с этой точки зрения у нас возникают вопросы. И, в-третьих, конечно, мы должны при этом регулировать этот процесс более прозрачно и более конкретно. В связи с этим я принял совсем недавно решение, указ подписал о запрете более массовых направлениях, о запрете привлечения эмигрантов там, где наши могут работать и там, где может возникать опасность. В связи с этим мы запретили эмигрантов работать в отрасли транспорта, в торговле и в некоторых других направлениях, включая даже выращивание овощей в сельском хозяйстве. Мы считаем, что это справедливо и думаю, что наши хозяйствующие субъекты это правильно поймут и эти меры будут реализованы. А с точки зрения вашего вопроса, я думаю, этот вопрос требует рассмотрения на моем уровне. Я думаю, что это здесь привлекаются федеральные органы власти нашей республики и другие силовые структуры. Поэтому этот вопрос мы где-то в течение мая рассмотрим и до вас доведем, до наших эмиконцев. Я в эмиконе знаю, что привлекается много мигрантов, которые привлекаются и на золотодобычу, и на строительных делах. Я буквально совсем недавно был там. Эту картину знаю. Спасибо. Спасибо за ответ. И еще один вопрос, который касается авиаперевозок по маршруту Маган-Тамтор. Площадка у нас готова принимать круглогодично рейсы, но в данное время всего лишь 40 рейсов проводится в год, выполняется. Хотелось бы, конечно, чтобы количество рейсов было увеличено. И вообще рассмотреть вопрос о введении круглогодичных субсидированных авиаперевозок по этому маршруту. Это могло бы потребности населения как бы выполнить все сельского именно куста. И способствовало дальнейшему развитию туризма в Эмиконском районе? Да, ну это социальный вопрос. Я знаю, что этим вопросом интересуются не только в Эмиконском районе, но и в других улосах, особенно в северных улосах. И тема, она каждый год возникает, актуальна, потому что экономически обоснованные тарифы авиации и рейсным транспортом на северах, они очень высокие. Ну, возьмем таким образом. Если с Андрюшкина прилететь в Якутск, через Черск, там более 60 рублей стоит, 1000 рублей стоит билет. А мы каждый год датируем так называемые социальные рейсы и снижаем эти тарифы, скажем, в два раза. Но, например, сегодня я давал поручение правительству республики увеличить датируемые рейсы с точки зрения государственной поддержки в два раза. Сегодня где-то около 400 миллионов рублей выделяется на снижение тарифов по северным рейсам. Это где-то 1500, около 1500 рейсов маршрута, 1500 рейсов или 150 маршрутов будут датироваться эти рейсы. Ну, возьмем там Тор, да. Я тоже знаю это направление. Там билет экономически обоснованный стоит где-то 36 тысяч рублей. Сегодня там Тор до Магана долететь, билет будет стоить 11 тысяч рублей. То есть мы в три с лишним раза снижаем. И, соответственно, такие рейсы имеют ограничения. Мы хотели бы всем представить такие. То есть государство сегодня в лице правительства Якутии не имеет таких возможностей, чтобы все датировать, дешевить и так далее. Рынок сам по себе не позволяет. Наши предприятия должны жить и выживать, и зарабатывать деньги. Поэтому мы будем оказывать поддержку тем категориям населения, которые остро нуждаются в поддержке. То есть более цененаправленно будем работать. Поэтому вот так называемые социальные рейсы появились. И эту работу продолжим. И помощь будем дальше увеличивать. Спасибо, Егор Афанасьевич, за возможность задать вам вопросы и получить ответы в прямом эфире. И с наступающим вас праздником. Спасибо. Спасибо большое, Уснери. У нас скоро, я надеюсь, тоже будут подключения, если к нам позвонят по скайпу. Егор Афанасьевич, по WhatsApp к нам пришло больше тысячи сообщений. Разрешите прочитать один из них. Многие из них, конечно, похожи. И очень многих людей волнует программа аварийного жилья. В Якутии идет завершение программы переселения из аварийного жилья. Успеваем ли в срок? И будут ли программы продолжены? Ведь не все аварийные дома в нее вошли. Ну, понимаете, мы эту программу совсем недавно начали реализовать. А еще у нас сегодня по строительству жилья идет очень большая работа. С другой стороны, удовлетворяет ли это или не удовлетворяет людей по запросу, который мы получаем, если пять лет назад заявлений по жилью было совсем мало. Я честно скажу. А когда увеличили темпы строительства жилья два раза за пять лет, когда мы начали заниматься сносом аварийного жилья, потребность и обращение, и недовольство по обеспечению жильем резко выросло. Я считаю, что это естественный процесс, потому что когда проблемы решаются, они вызывают определенную такую потребность, то есть определенные реакции на решение своей проблемы. Поэтому я то, что сегодня недовольство растет в этом плане, я абсолютно соглашаюсь, и нам необходимо в этом дальше работать. То есть еще увеличивать строительство жилья, еще надо заниматься сносом аварийного жилья. Мы сегодня реализовали и заканчиваем программу сноса аварийного жилья по состоянию на 1 января 2019 года. Тогда было зарегистрировано, как потребность 490 тысяч квадратных метров жилья снести, и это примерно около 40 тысяч квартир. Но потребность 40 тысяч человек. И мы сегодня эту программу выполняем, и 1 сентября завершим. 490 тысяч квадратных метров жилья – это большой объем. Но на это мы будем расходовать, завершим расходование 30 миллиардов рублей. Республика нашла эти деньги за счет продажи активов, за счет бюджета, за счет поддержки федерального бюджета. Для того, чтобы снесли все жилье веткой аварийной, нам необходимо 130 миллиардов рублей. И сегодня, если мы 30 миллиардов снимем, то останется 100 миллиардов. То есть республика имела самый большой объем, скажем, аварийного жилья в Российской Федерации. 15% жилья в 2012 году было веткой, аварийной. А сегодня мы сокращаем этот объем, но при этом остается еще больше, чем мы сегодня решили. Поэтому я к губернаторам Тульской области, Ульяновской области, втроем обратились к президенту официально, чтобы программа была продолжена. И мы очень рады, что недавно на встрече с представителями Народного фронта в Санкт-Петербурге Владимир Владимирович объявил о том, что программа должна продолжаться. Мы сейчас ждем решения правительства Российской Федерации, чтобы это было решено. Поэтому вопросы сноса аварийной жилья, это будет очень большая программа, и будем дальше работать. Вы тем познаете, раньше мы занимались только в городе Макутском, а сегодня мы занимаемся уже в более 20 районах, в лучших городах республики. Очень большой объем сноса жилья проходит в сельской местности. Если вы посмотрите, в крайнем случае районные центры, там сразу глаза бросаются. Ну и наряду с этим идет большой объем строительства жилья. Я считаю, что эта программа должна получить продолжение. Да, будет сложно, финансовые ресурсы будут ограничены, но все равно правительство и я при этом нацелены, чтобы этим вопросом мы будем четко и ясно представлять свои задачи. Спасибо. Предлагаю следующий вопрос задать из колл-центра. Колл-центр Александра. Олег, прошу принять телефонный вопрос. Добрый вечер. Говорите, вы откуда, пожалуйста, представьтесь. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. ИНТР А. Клубернатор субтитров А.Семкин Клубернатор субтитров А.Семкин Клубернатор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова Автобусы не ходят. До сих пор топим печку углем. Дома маленький ребенок, на улице собак очень много. Вопрос. Когда у нас будет газ, освещение на улице и рейсовый автобус? Спасибо. Спасибо. Понимаете, иногда мне мои советники, мои помощники говорят, вот к вам обращаются разными вопросами, разного уровня. А раньше я помню, почему у меня мусор во дворе лежит, почему никто не убирает. Тогда еще председатель правительства работал. А почему председатель правительства на это не смотрит? Или другие вещи, которые связаны с местными проблемами. Мы знаем, что решение проблем, они определенным образом распределяются по уровню полномочий. И я мог бы сегодня вам ответить. Вот у нас есть мэрия города Якутска, вот входит в полномочия города Якутска, обращайтесь к ним и пусть они решают. Понимаете, вот такое отношение чиновничества, особенно, которое работает на уровне правительства, министерствах, оно должно сегодня как-то исключаться. Поэтому у нас и определенные сложности есть по отношению населения к органам власти. То есть мы иногда очень так пренебрежительно, так безответственно, как-то равнодушно относимся к тем проблемам, которые поднимают наши люди. Люди и так сегодня уже как бы изменились. Я помню первые отчеты правительства, когда все вопросы подряд ставились перед президентом или перед правительством. Люди стали отличать, чьи полномочия кто что должен решать. Особенно и в сельской местности теперь не ставят такие мелкие вопросы с одной стороны, но с другой стороны, когда все эти проблемы не решаются, накапливаются, и в этом случае они вынуждены обращаться выше и выше. Вот почему я всегда обращаю внимание своих коллег, чтобы на такие вопросы всегда надо искать ответы. Поэтому я скажу, что сегодня, конечно, я не знаю, где какая лампа горит, не горит, где газ, где водопровод не подведен или подведены, или подсоединены эти дома, централизованное отопление или нет. Конечно, я не знаю, но при этом я все-таки должен сказать, что каждая проблема, которая поднимается, она должна быть в центре внимания органов власти. Поэтому я принимаю ваш вопрос и пойду лично проверю на месте, схожу это базовый переволок, посмотрю, загляну и скажу, кто должен заниматься этой проблемой. Поэтому, если можно, вы оставьте номер телефона, чтобы у нас была обратная связь. Вот такой ответ. И я попрошу руководство города, соответствующее министерство ведомства республики, чтобы они были со мной на этом базовом переволке, посмотрели, почему это все-таки не решается. Вот этот вопрос я считаю принципиальным. И насколько возможно, надо именно так и действовать. Я просто в последнее время иногда выхожу из себя, тогда, когда очень простые вопросы не решаются, и в результате мы наблюдаем определенные недовольства населения. Это одну лампу вешать, много труда не надо, много денег не надо. Но зато настроение людей так портится. Вот я зимой встречался с одним товарищем, который по биближескому тракту светофоры ставить требовал. Один светофор надо было вешать, а мы это вешали через обращение президента Российской Федерации. Не могли разве этому руководству города Якутска или округа, или министерству поехать, посмотреть, разобраться. Поэтому сегодня вот такие вопросы ставятся справедливо, и мы должны на это реагировать. Вот мой принцип. Спасибо. Егор Афанасьевич, по WhatsApp поступает очень много вопросов по трудоустройству молодых. Например, следующий вопрос. Молодым специалистам нет перспективы трудоустройства после окончания вуза. Мой сын заканчивает инженерно-технический институт землеустройства и кадастры. Специальность – кадастровый инженер. Ходил на ярмарку вакансий. В Валекминском районе нет вакансий. Что делает, куда идти молодым людям? Это очень сложная тема, она вечная тема. Когда я учился в советское время и заканчивал, это же проблема существовала. Приезжает молодой специалист, работы нет, жилья нет. Эта проблема и в то время была, и сегодня есть. Ну, наверное, это какая-то определенная закономерность, потому что все-таки руководители хозяйства участковых объектов, особенно в нынешних условиях, когда каждый старается считать эффективность своего труда, который, скажем так, старается считать свои деньги и так далее, конечно, он, прежде всего, ставку делает на опытных людей, чтобы мало было потерь. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься в соответствии с действующим законодательством, с трудоустройством этих молодых людей. Особенно это сложно для тех людей, которые имеют определенные сложности в своей жизненной ситуации, это инвалиды и такая другая категория населения, которые испытывают такую социальную напряженность. Но я обращаюсь к молодым людям. Все-таки не надо отчаиваться и, насколько возможно, надо следить за теми нормативными правовыми актами, которые мы принимаем. Надо следить за теми событиями, которые происходят в республике по развитию производства и так далее. Вот смотрите, что получается. Сегодня сложнее всего юристам и экономистам. Потому что была мода, и мы настолько подготовили юристов и специалистов, они толкаются друг к другу. Но есть направления, которые абсолютно новые. Вот вы озвучили насчет землестроителей, насчет землемеров и так далее. Это очень востребованные сегодня специальности. Но, с другой стороны, нет для того, чтобы решать это трудоустройство, скажем, у наслегов или у районов, просто должностей. То есть государство таких специалистов содержит очень мало. Ну, скажем, от силы где-то 400-500 человек по республике. А потребности в землеустройстве, в кадастре оценки земли, планирование населенных пунктов, именно по услугам землеустройства очень много. Что должен делать человек? Сегодня мы должны сделать так, чтобы люди, молодые люди, думали и сами искали, насколько возможно работать. Просто лежать или ждать вакансии сегодня – это проигрышно. Это что означает? Ну, у нас есть возможность создавать какие-то частные структуры. Потому что потребность, еще раз говорю, по заказам землестроительной работы очень большая. Это фермеры заказывают, это наслега заказывают, это районы заказывают. А у нас специалистов нет. То есть специалистов, которые выполняли эту работу. Но мы при этом говорим, вот предусматриваем 10 миллионов рублей на землестройство и отдаем деньги. И говорим, размещайте заказ. Размещают, а там некому выполнять. Нет специалистов. Хотя вот этот специалист ходит кругом и ищет работу. Он ждет вот этой определенной вакансии. А если бы он подумал бы, немножко шевелил бы мозгами и сказал, давай создам я группу землестроителей на хозрасчетной основе и пойдем выполнять эту работу. Можно было бы заработать деньги. Поэтому сегодня поиск работы, трудостройство, это все-таки прежде всего должно касаться самих выпускников. Это первое. Во-вторых, мы все-таки для того, чтобы настроить людей. Вот по выпускникам Якутия, Северо-Восточного федерального университета, ЯГСК, каждый год уже встречаемся и проводим ярмарки. И вот я послезавтра буду встречаться со студентами, буду слушать проекты. Вот примерно для таких целей. Вот студенты, они уже начинают, многие думают, что в перспективе сразу тут застраиваются органы власти, там, каких-то других учреждениях сложно становится. И они готовят проекты сами. И послезавтра они будут передо мной защищать. Если хорошие проекты будут, мы сразу поддержим, отправляем в районы, или гранты предусматриваем, и говорим, идите, работайте мы вам, путевку даем, чтобы вы самостоятельно занимались. То есть вопросы трудоустройства, это дело искусства самих молодых людей. Это теплое место под солнцем не надо искать. Бороться надо за каждое место. Вот я вчера докладывал перед парламентом и приводил такой пример. В Южной Якутии сегодня с зарплатой от 35 до 120 тысяч, у нас полторы тысячи вакансий. Никто не идет работать. В этом случае как быть? Поэтому все это надо искать, копытить, посмотреть, придумать что-то. То есть надо научиться уже начинать сейчас в условиях рынка работать. Вот это я хотел бы сегодня посоветовать. А просто так, как раньше, господин глава республики, нам дай вакансии, мы пойдем туда работать. Это очень сложно сейчас. Такой картины вы не увидите. Но мы стараемся сегодня поддерживать наших студентов, наших специалистов, потому что в сельской местности, особенно на северах, конечно, неохотно идет. Благ, больше здесь в Якутске, все хотят устроиться в Якутске. Но Якутск сам по себе город, он потребитель. У него нет производства. У него нет таких крупных компаний или крупных предприятий. Поэтому он просто забит, и определенная деградация специалистов тоже идет. Вот последние три года мы 3945 молодых специалистов, врачей, учителей, специалистов в сельское хозяйство, через определенные механизмы поддержки со стороны государства, мы тоже поддерживаем. Устроили в сельской местности. И сегодня все-таки на селе молодые люди начали появляться. Фермерское хозяйство создаем, механизмы такие создаем. И люди идут работать. Поэтому я думаю, что здесь разные варианты надо искать. Только не ждать. Будете ждать, всю жизнь будете ждать. Спасибо. Егор Афанасьевич, кроме телефонных звонков и вопросов по WhatsApp, мы в течение недели собирали вопросы по электронной почте. И поступило очень много вопросов от обманутых дольщиков. В частности, объекты два дома по Каландаршвили 69, дома блокированные застройки на седьмом километре Покровского тракта, РФА, Инвест и так далее. Егор Афанасьевич, как в целом можно решить ситуацию с обманутыми дольщиками и с достройкой объектов недобросовестных застройщиков? Мы в начале десятых годов, в одиннадцатом, двенадцатом году, как-то мы этот вопрос немножко упорядочили. Начали наезжать на инвесторов, поднимать их ответственность, стали помогать людям. И как-то она успокоилась с этой ситуацией. Но потом вот последние три года опять начала очень активно проявляться вот эта картина. Я всегда обращаюсь, и сегодня хотел бы обратиться к людям нашим. Вы не поддавайтесь вот такие пирамиды. Вы же знаете, что есть компании, которые постоянно обманывают. И вы идете, и там же начинаете заказывать. Ну, не знаю, какую рекламную политику они ведут, как вас убеждают, что вы вкладывались. Вот северно-строительная компания, это господин американского компания, он с 90-х годов обманывает. Все знают, что он обманывает, но все равно идут, вкладывают и кидаются. И, конечно, это очень плохо, но с другой стороны, вы оказались в сложной ситуации, жизненной ситуации. Люди то, что накопили, идут, берут кредиты, ипотечные кредиты, занимают деньги и идут, вкладываются. Ну, потом раз, и кидают. Это, конечно, плохо. И, с другой стороны, плохо то, что государство никакое отношение к этому не имеет. Вы просто добровольно идете, сдаете свои деньги, ждете квартиры, а квартир нет. Поэтому первое, что я хотел бы к вам обратиться, и потом, что мы делаем. Во-первых, конечно, любой, кто идет на решение этой проблемы, очень хорошо посмотрите, как составляются договора. Какую ответственность несет застройщик, какую ответственность несет непосредственно заказчик и так далее. Все надо просмотреть, подключить юристов, кого угодно. Это первое. Второе. Сегодня, кому обманули, надо обратиться в прокуратуру. Получить подтверждение, что вас обманули. В суд обратиться. Когда все это состоялось, обманкротился, вот этот, скажем, вас застройщик, с которым вы участвуете, работаете, тогда, конечно, мы подключаемся. Как мы делаем? Все равно вы обмануты. Но вам жилье надо получить. Поэтому мы предлагаем этим людям участвовать в процессе банкротства. Это что означает? Вы создаете кооператив, сами по себе объединяетесь, юридическое лицо создаете. И этот кооператив становится правоприемником этой структуры. И к вам переходят все права дальнейших действий. И потом начинаете через механизм банкротства изыскивать определенные источники финансирования. Но если не хватает, то, конечно, вы сами обсуждаете, сами посмотрите, сами рассчитываете, что их хватает, что не хватает. И по возможности надо завершить стройку. Но мы в очень сложных условиях, если оказываетесь, очень жестко ситуация создается, то государство раньше по возможности участвовало. Маленькую поддержку делало. Или мы говорим, если это в городе Якутске проходит, то говорим в городе Якутске. Те средства, которые вы освободили от продажи земельных участков, дополнительные доходы, то отправляете на решение этих проблем. То есть разные источники ищем. То есть эта проблема, она существует не только в городе Якутске. Она существует во многих районах. Но людей обманывают натуральным образом. Это плохое явление, но надо от этого уходить. Я очень прошу, относитесь к этому очень ответственно. Потому что это ваши собственные деньги. Нельзя вот так отдавать. Спасибо. Спасибо. У нас есть скайп-подключение. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Игорь Манатевич. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире. В студии находятся ваши доверенные лица Аргунов и Старий Пантелеймонович, Сабандина Александра Николаевна, руководители и специалисты учреждений сельского хозяйства. Ну, пользуясь моментом, хочу вас поблагодарить, что вы поддерживаете спортивное движение в Якутии. В 2018 году у нас пройдут спортивные игры. И население Амгинского улуса с нетерпением ждет начало строительства наших основных объектов. Это стадион с зимним манежем, многофункциональный зал в Амге и многофункциональный зал для адаптивного вида спорта в Берине. И по вашему поручению о финансовом оздоровлении с КПК Амгинский проделаны ряд мероприятий, о чем расскажет Стасиев Роман Сергеевич, исполнительный директор общинерного общества Амгинский. Добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте вопрос. У нас в Амгинском районе в 80-е годы было до 9 тысяч башен под выращивание верновых культур. В этом году мы по линии мастер-хоза должны получить сутки на восстановление башен 30 гектаров. Это было наше общее решение. Поэтому это будем обсуждать, когда мы совещание будем проводить в Амге. Вы задайте вопрос, потому что вся республика ждет. Какой вопрос зададут Амгинсы? Мы хотели бы, чтобы, например, продолжение восстановления башена проходило по всей республике по верновым культурам. Я понял вопрос. Во-первых, главе администрации района говорит, вы не ждите, не терпите это мероприятие. Вы должны пахать, работать и сделать то, что мы вместе с вами запланировали. Поэтому ждать пусть будет народ, а вы будете работать. Ладно? Что касается пашин, то это проблема для Якутии, для сельское хозяйство особая. Потому что мы немножко отошли от земледелия. Немножко мы в этом плане взгляды как-то поменяли. Потому что легче купить, чем возделывать, выращивать и заниматься этим производством. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что Якутия колебопашистом занималась давным-давно. Четвертый век пошел сегодня. Во-вторых, сегодня львиная доля пашин, она как бы искорежена, она испорчена, она вышла из оборота. Вот это надо восстановить. Поэтому мы начали предусматривать определенные объемы средств для того, чтобы поддержать это направление. Ну вот, нынче летом проведем, с вами договорились, вы должны хорошую работу провести, чтобы День поля, который по всей России проводится, в том числе нашей республики, мы проведем у вас. У нас такая договоренность есть. Поэтому постарайтесь работать. Ну и там обсудим вот эту тему, которую вы говорите, восстановление пашин в республике. Это у нас центральная группа районов, есть определенная часть велическая группа районов, это Олеговский район и так далее. С этой точки зрения я вас поддерживаю и будем работать дальше. Спасибо. Спасибо. У нас готов еще один видеозвонок. Давайте посмотрим. Готов видеозвонок? Уважаемый Егор Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Много разговоров идет о том, что будут снижены тарифы на электроэнергию. На сегодняшний день они очень высоки, что мешает развитию производства и внедрению новых технологий. Подскажите, пожалуйста, что нам ожидать в июле месяце по этому вопросу? Спасибо. Это один из самых таких злободневных вопросов, которые связаны с высокими тарифами на электроэнергию в республике. К сожалению, у нас присутствуют так называемые дизельные энергетики, локальные энергетики, которые работают на северных территориях. И тарифы там очень высокие. Если в среднем по республике тариф около 6 рублей или около 5 рублей даже, то есть районы, есть наследие, где экономически обоснованный тариф достигает до 360 рублей киловатт-час. Представляете? 5 рублей и 360 рублей киловатт-час. Вот все это мы до сих пор выдерживали за счет перекрестного субсидирования. То есть повышение цены тарифа электроэнергии, гидроэнергетических ресурсов. Мы за счет тепловой энергетики, у которых тарифы намного ниже, их немножко повышаем, держим усредненные. Но все равно это очень высокий тариф. Исходя из этого, мы начиная с 2008 года, скоро 10 лет представили перед президентом Российской Федерации, перед правительством России. И все-таки с усилиями полпреда по Дальному Востоку, усилиями субъектов Дальнего Востока мы добились, что принят закон, усредненный по всей России, тариф должен быть и работать на Дальнем Востоке. Такой закон в декабре принят. Но при том закон должен был работать с 1 января 2017 года. А как сегодня этот вопрос решается? Для того, чтобы ускорить этот вопрос, для того, чтобы решить этот механизм реализации закона, я встречался с руководителем антимонопольной службы Российской Федерации, с господином Артемьевым. И там был разговор о том, что все-таки до 1 июля сделать механизм. Но, с другой стороны, я чувствую, что есть определенные сопротивления или определенные условия, которые ставят сами энергетики. Первоначально было определено, что с 1 июля в Якутии будет тариф ниже два раза. То, что сегодня есть. Это для нас было бы, особенно для бизнеса, для юридических лиц, очень хорошим подспорьем для развития экономики, финансовых показателей. Но, к сожалению, этот вопрос немножко тормозится. И сегодня возникает реальная угроза о том, что механизм будет, скажем так, приниматься для реализации поэтапно. То есть не с 1 июля, скажем, 50% сокращается, а вот с 1 июля какой-то процент, потом через определенное время какой-то процент. Вот такой механизм предлагается со стороны Министерства энергетики Российской Федерации. Я не согласен, поэтому свое согласие и несогласие я уже официально представил. И будем дальше работать. Потому что это решение принимает федеральные органы власти. Мы сегодня как продолжали настаивать, и так будем настаивать. Спасибо. Следующий вопрос из WhatsApp. Сейчас бюджетные учреждения переводят на аутсорсинг. А тем, кто работает в предприятии по оказанию услуг, не предусмотрен социальный пакет. Как будут защищены граждане, работающие в аутсорсинге? Аутсорсинг – это понятие такое, которое… ну, оказание услуг. То есть я… что я должен делать? У меня, например, есть учреждения, где есть технические работники, которые убирают площади. И там технические работники, которые обслуживают энергетику, там, хозяйство и так далее. И они сидят в штатах. И они сидят в зарплате. И они сидят в наших затратах. Мы говорим, вы этими не занимаетесь, это ваши несходственные дела. Вы должны, ну, например, в больнице, вы должны лечить. Все остальное надо отдать другим структурам, которые занимаются бизнесом, которые занимаются предпринимательством. Они более эффективно работают и более заинтересованно работают, потому что они хотят доходы иметь. И ответственность могла бы повыситься, если хорошие договора будут заключаться. Поэтому идите, работайте, представляйте вот это на услуги хозяйствующих субъектов. Но, к сожалению, где правильно поняли, они перешли. Они сэкономили на зарплате, они сэкономили на других вещах. То есть бюджетные расходы здесь сокращаются. Но, с другой стороны, поддерживается и развивается малый бизнес. Поэтому сегодня есть простое представление о том, что в связи с тем, что передадим в аутсорсинг, без работы останется. Уборщица без работы останется. Электрик без работы останется. Вот такое простое представление. И в связи с этим тоже появляются определенные противоречия. Но мы все равно вынуждены будем на этой. Мы должны этим заниматься. Поэтому я обращаюсь сегодня, пользуясь моментом, к бюджетным учреждениям. Все-таки нам необходимо это направление выдержать. Иначе вы останетесь просто со своими затратами. Мы скоро пойдем на такие шаги, что, учитывая этот опыт, мы будем просто резать ваши затраты на эти цели. Тогда вы будете вынуждены искать, и в этом много чего потеряете. Поэтому лучше занимайтесь сегодня этими вещами. Вот и такое требование ставится перед руководителями наших министерств и ведомств. Спасибо. Давайте узнаем, как у нас дела в колл-центре, сколько звонков сейчас поступило. Александра. Александра. Может, у кого есть вопрос, это да. Да, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Хорошо, давайте, предлагаю перейти в студию. Николай, Дарья, есть вопросы? Ну, раз такое дело, меня коллеги не просят, если я не спрошу про хатасские земли. Один из основных вопросов. Вот у нас там. Спасибо. Кто это? Николай, вы задаете вопрос, да? А? Вы задали вопрос. Ну, если есть вопросы, мне сказали. По хатасским землям у нас по WhatsApp тоже очень много вопросов. Ну, если понимаете, это тоже очень сложная ситуация. В свое время по каким-то определенным, ну, скажем, причинам люди не заметили, что оказались в запрещенной промышленной зоне. Мы, помните, наверное, построили газопровод через Рекулена, и этот газопровод проходил через территорию хатасских земель. Ну, они, земля, земля, нормальная, все это, когда объект закончили, сделали, превратили в нормальную площадку. Но при этом, каким-то образом, это запретительные знаки, ограничительная зона, она как-то не зафиксировалась, видать. И люди пошли и стали просить территорию для строительства жилья, или дачи, или ИЖС. И земли оформлялись и передавались. Люди получили как будто законно. С одной стороны, и вступили в противоречие с другим законом Российской Федерации о промышленной безопасности. И оказались в зоне этой трассы, газопровода. Но хозяин газопровода Сахатранск-Тютигаз, узнав, что там оказались, люди, естественно, они несут ответственность за безопасность. И они обратились в суды, чтобы разрешить, вернее, снести или ликвидировать эти участки, для того, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность. И они, естественно, победили в судах. Люди построили земли, взяли, дома поставили. И оказались в таком сложном положении. Какое действие должно было быть у нас? Конечно, люди почувствовали несправедливость по отношению к себе. Потому что городские власти земли дали. Одно предприятие пришло, отсудили эти земли, эти участки. Как быть? Я руководство правительства пригласил и дал поручение о том, что надо помочь людям. А каким образом помочь? У них на руках судебные решения. Судебные пристава на них наезжают и торопят, чтобы освободили площадь. Люди не имеют денег. Они все то, что накопили, вложились в это участки. Теперь они должны бесплатно сносить или эти дома куда-то увезти в другое место. Как быть? Но мы сегодня понимаем ситуацию таким образом. Я учитываю, что здесь правительство ничего не может делать с точки зрения оказания помощи сноса жилья. Я единственное попросил правительства затраты, которые понесут эти люди, насколько возможно возмещать. Напрямую правительство не имеет права. Государство, с одной стороны, решило, что это незаконная стройка и приняло решение судебное. А с другой стороны, чтобы дать еще дополнительные бюджетные средства, не может, не имеет права. Поэтому мы сегодня дали поручение соответствующим нашим министерствам и ведомствам, чтобы они оказывали материальную помощь людям по факту решения своей проблемы. Конечно, очень сложно, но нам необходимо. Это все-таки несправедливо по отношению людей, ситуация вышла. Вот такой подход у нас. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Алло. У нас очень много звонков поступает. Я хочу напомнить телезрителям, что когда вы обращаетесь в наш колл-центр, вам нужно обязательно сказать фамилию, имя, отчество и дать свой персональный номер. И я предлагаю послушать один телефонный звонок. Алло. Добрый вечер. Вы на прямой линии. Есть. Пожалуйста, представьтесь, говорите. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Алло, да-да. Слушай, задавайте вопрос. Добрый вечер. 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 Программа переселения из ветхого и аварийного жилья согласна этой программе. Вопрос такой. Войдут ли в программу дома, которые были признаны аварийными после января 2012 года? Спасибо за вопрос. Это очень актуальная тема. Это продолжение темы переселения из аварийного ветхого жилья. Но я отвечу таким образом. Я буквально на днях встречался с заместителем председателя правительства Дмитрием Николаевичем Козаком и обсуждали эту тему. Мы считаем, что несправедливое решение было в свое время. Было принято решение о переселении из аварийного ветхого жилья из зоны БАМа. Но, к сожалению, в зону БАМа малый БАМ не попал. То есть это имеется в виду Биркаки, Томо, Тхатуми и так далее. Они не попали. Поэтому сегодня мы ставили перед ними, чтобы эта программа продолжала работать. С точки зрения включения наших объектов, мы уже расчеты представили. И будем продвигать этот вопрос. Я надеюсь, что мы туда попадем. Попадем. Но в каких объемах? Это вопрос второй. Это первое. Второе. К сожалению, солнечные, другие микрорайоны, которые были, в том числе и Биркаки в свое время, они не были зафиксированы под перечень ветхого аварийного жилья по состоянию на 1 января 2019 года. И в результате они в программу не попали. Но при всем при этом мы все-таки, я сегодня уже говорил о том, что программу будем продолжать, будем заниматься. И я думаю, что если по БАМовской программе не пойдет, то в крайнем случае определенный час мы будем брать под свою программу, под свои объемы. Поэтому я думаю, что здесь определенное такое движение будет. И заниматься мы этими проблемами будем. Вы видите, что мы в последние годы в Нерингове занимаемся, в Черемберном Бару занимаемся, в Алдане занимаемся. Люди смотрят, по всей вероятности, это и обостряет. Поэтому я согласен с вами и, насколько возможно, будем поддерживать. Большое спасибо за ответ. Большое спасибо за понимание нашей проблемы. Мы вам желаем больших успехов. Спасибо. Но вы передайте своим землякам, мы Алдан любим. Алданский район, Алдан любим. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте продолжим общение с залом. Дарья. Врач-хирург. Коплов Александр, который желает задать свой вопрос. Врач-хирург. Врач-сердечно-сосудистый хирург. И у меня такой вопрос. Я хотел бы акцентировать ваше внимание на проблеме сердечно-сосудистых заболеваний в республике. Сейчас существует такая проблема, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности населения. Это порядка 400 случаев на 100 тысяч населения. Каждый десятый житель республики болеет тем или иным заболеванием сердечно-сосудистой системы. Вы не пугайте людей. Сейчас введен в действие республиканский кардиологический диспансер, который представляет собой первую очередь кардиологического центра, который успешно справляется с проблемами выявления и лечения консервативным путем заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но становится актуальным вопрос о хирургической коррекции данных заболеваний. По состоянию на 2015 год в республике прооперировано около 700 пациентов, причем 500 пациентов было направлено в федеральные центры. Мы способны оказывать эту помощь здесь, но для этого должно быть организован второй этап кардиохирургического центра, собственно его строительство. В планах республики это заложено. И заложено финансирование в порядке 4,5 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. В связи с этим возникают вопросы. Изысканы ли уже средства на строительство данного центра? Когда такое возможно? И какова судьба отделений, которые уже сейчас занимаются данной помощью, они будут либо реструктурированы, либо закрыты, либо переведены или оказывают дублирующую функцию нового кардиоцентра? Спасибо. Я благодарю, что вы сегодня затронули тему медицины, здравоохранения. Конечно, у нас работа очень большая ведется. Вообще по медицине в последние годы люди очень много вопросов задавали. Но вопросов задавали в основном по обслуживанию населения. То есть некультурное обращение к пациентам, очень большие очереди. И при этом издалека приезжают люди, месяцами лежат, где ждут своих специалистов. Вот такая проблема она существовала. И мы ввели программы «Вежливый доктор» и другие такие более организационного характера. И в этом мы определенный успех уже за короткое время достигаем. Если сейчас я часто бываю, проверяю, как меняется ситуация. Я думаю, здесь с приходом министра Михаила Горьевича Клопкова очень много делается. Теперь второй вопрос – это специализированная помощь или высокотехнологичная медицина. Здесь я должен сегодня подчеркать и поблагодарить наших специалистов. Они очень высококлассные у нас. Вот молодой человек чувствуется уже рассчитывать на более высокий уровень медицины, чтобы решать проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Это о чем я хотел сказать. О том, что все-таки наше здравоохранение сегодня решает много задач. Мы стараемся каждым годом уменьшить количество людей, которые выезжают за пределы республики. Это затратно и для республики, затратно и для наших людей. И в связи с этим решаем две задачи. Первая – это материальная база. Мы сегодня по материальной базе сделали очень большой рывок. В частности, сегодня туберкулезная служба у нас очень самая лучшая в России. И по материальной части, и по работе наших специалистов. Хотя в последнее время слухи ходят, что там где-то нашли. Но это как раз и есть деятельность этой службы, которая выявляет. Хотя показатели такие, что снижается туберкулез в республике, но с другой стороны резонансные дела такие появляются. Дальше мы в этом году закончим крупнейший объект, который называется перенитальный центр. Это детский центр, который будет тоже обеспечен, укомплектован самым последним технологией, которую имеет детская медицина. Дальше мы в этом году начинаем строительство онкологического центра, которого люди за мной давно ждут. Мы до этого имеем уже в первую очередь кардиологический центр. Мы сейчас рассчитываем начинать где-то через год-два кардиологический центр, вторая очередь. В этом плане мы свою позицию уже имеем. На что тратить деньги, при том большие деньги. Онкологический центр будет строить 6,5 миллиардов рублей. Представляете, огромный центр. Мы на перенитальный центр тоже очень большую сумму израсходовали. Но все равно надо это делать. Теперь нашим хирургам, которые, я встречался тоже недавно с хирургами нашими, спрашиваю, на что вы способны? Они говорят, на все. Это что означает? Это означает, что они пересадкой почек занимаются, пересадкой печени занимаются. При том, раньше только родственными занимались, то сегодня уже могут перейти на другой. Ну, я по-научному как называться, я не знаю. Ну, давайте не будем сейчас эта тема. Ну, в общем, в этом плане сдвиг очень большой. И что они говорят? Мы хотим пересадить сердце. Вот это ребята хотят заниматься через год-два пересадкой сердца. Так, они квалификацию повышают очень хорошо. Открытые операции на сердце, они все делают. То, что можно делать, то если мы пересадим сердце, то наша медицина выйдет на мировой уровень. Но даже вот пересадка двух органов, это и есть мировой уровень. Теперь, сегодня для этого что надо? Я спрашиваю. Они говорят, много не надо, башка на месте, рука на месте. Все мы знаем, стажировки проходим в ведущих институтах страны. Они говорят, нам дайте два аппарата «Довинчи». Оказывается, есть такой аппарат операционный «Довинчи», которые сегодня начали использовать в мировой хирургии. Если мы это получим, то любую операцию можем сделать в Якутии. Любую. Поэтому они уже изучили опыт, аппарат изучили. Поэтому сегодня, я думаю, что моя задача вот это обеспечить. Но что касается зарезервированных денег под кардиологический центр, но пока я говорить не буду, зарезервированный или нет, но источники искать будем. Поэтому здравоохранение сегодня испытывает определенные сложности в организационном плане, потому что федеральный центр требует, чтобы мы оптимизировали расходы, сократить больницы, особенно на северах, где плотность маленькая. Но когда мы Тикси, сопротивляясь к этому, Тикси не закрыли, Тикси осталась, и произошла авария в декабре самолета Ил-18. Там была очень сложная ситуация. И наши ребята пробились в тот же день, вот эти ребята, и сделали операции в черепахе, людей, и спасли их. То есть мы вчера подтвердили, что нельзя огольно сокращать, потому что мы сохранили Тиксинскую больницу, оставили операционные, все то, что как положено, как раньше работало. И в результате всех спасли. То есть нам медицине надо подходить с точки зрения, с учетом своей особенности. Вот этими мы занимаемся. Поэтому медицина сегодня находится в республике, скажем, под параллельным вниманием. Спасибо. Егор Афанасьевич, у нас готов видео вопрос. Нам отправили из Верхнего Юлийска. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. После закрытия завода, который находится в городе Покровске, у нас возник вопрос, точнее не то что вопрос, проблема именно в поиске кормов хорошего качества. И на данный момент все корма, которые привозят в наш регион, в республику, они не очень хорошего качества. У нас такой вот вопрос. Есть ли надежда на то, что завод в городе Покровске, комбикормовый завод, начнет снова свою деятельность? Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь. У нас, вообще сельское хозяйство у нас очень уникальное. Вот я недавно встречался с министром сельского хозяйства, буквально 4 или 5 дней назад. И мы с ним общались, он просто удивлялся, он из Краснодара, самого аграрного края Российской Федерации. Я ему все-таки рассказал, что такое Якутия, что такое сельское хозяйство в Якутии. Конечно, он удивлялся, что у нас очень большие объемы, самые большие объемы на Дальнем Востоке у нас. Но при этом мы должны понимать, что сельское хозяйство у нас в республике, оно заведомо убыточное. У нас себестоимость очень большая. Себестоимость большая, потому что транспортные расходы большие. У нас стоимость горючего, она естественно дороже. Запасные части, техника, они все дорогие. В результате совокупности продукции, которые производим, они тоже становятся очень дорогими. И что это получается? У нас зерно, которое мы выращиваем, дорогое. Переработка концентрированных кормов у нас в Каптагайске завод работает. У него себестоимость очень высокая. Потом, когда эти концентрированные корма идут в производство, а вот за счет этого опять повышается себестоимость непосредственно того товаропроизводителя. И что мы делаем? Сегодня получилась очень такая оригинальная картина. Когда аграрник выращивает зерно, мы зерно датируем. За счет бюджета республики. Потом, когда переработка концентрированных кормов идет, чтобы переработка концентрированных кормов были конкурентны с завозимыми, чтобы люди купили наши концентрированные, мы их датируем. На том же зерне, которое датируем, мы перерабатываем и мы там датируем. А потом, когда концентрированные корма идут в птицефабрику, птицефабрика у нас получает 400 миллионов рублей дотации. То есть на той же продукции. То есть мы три раза датируем, скажем, одну продукцию, которая переходит с одной качества в другой. Но мы вынуждены этим заниматься. Поэтому я правительству дал задание, чтобы все-таки такие механизмы надо сейчас сделать таким образом, чтобы базовую, больше датировать, чтобы она потом в последующем была по себестоимости ниже. Ну, не знаю, получится такой механизм или нет. Но при этом, пока мы себестоимость не решим, не снизим, то говорить о том, что Покровский, у нас же в Качекатсах есть, у нас в Покровске есть, у нас в свое время был в Намцах, в Якутске концентрированные комбикормовые заводы. Но, к сожалению, пока не решим проблемы себестоимости, восстановить их будет очень сложно. Сегодня Каптагайский завод только работает. И то мы за счет поддержки республики. Спасибо, Егор Афанасьевич. У нас есть телефонный звонок. К сожалению, времени осталось чуть больше 30 минут, Егор Афанасьевич, а вопросов очень много. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитриева Елена, город Японск. Я живу в частном доме. Егор Афанасьевич, скажите, пожалуйста, почему наша республика, которая добывает газ, и вот я плачу за газ за один кубометр 5 тысяч 60 рублей. Это очень много по сравнению с другими регионами, которые не добывают газ. Ситуация у нас изменится по цене газа или нет? Ну, ситуация, конечно, изменится. Если мы создадим определенную среду конкуренции поставщиков газа, в Ленском районе мы вот тоже совсем недавно встречались с Миллером Алексеем Борисовичем, руководителем Газпрома. И мы там обсуждали как раз газификацию Ленского района, Олекинского района, Алданского, Неренгинского районов в связи с строительством газопровода «Сила Сибири». И этот проект мы должны закончить до 1 июля 2017 года, чтобы Газпром включил в свой инвестиционный план. В этом случае все говорят о том, что всех будет хорошо. Но мы имейте в виду тарифы газа у Газпрома, они не низкие. Поэтому потом вы скажете, когда Газпром пройдет, будет газифицировать, скажете, нам возвращать якутскую структуру, потому что там будет дешевле. Чтобы этого не было, мы сейчас будем свериться, сравнивать, и потом будем реализовать эту программу. Но с другой стороны возникает вопрос в связи с этим. Все говорят о том, что у нас все свое есть, но при этом все дорого. Говорят, мы самая богатая республика, но при этом живем бедно. Да, это справедливый вопрос. Но с другой стороны мы должны понимать, почему мы бедно живем, или почему мы это богатство как бы должны иметь в виду, чтобы мы сами богатили. Понимаете, здесь, но это, при том, что эта тема, она имеет немножко политический подоплек. Потому что сегодня миф о том, что о продаже активов в республике, миф о том, что мы живем в богатой республике, живем бедно, она как-то используется иногда и в политических целях. Поэтому я хотел бы сегодня немножко объяснить эту ситуацию. Дело в том, что да, правда, в Якутии живет в очень богатых условиях по полезным ископаемым. Мы живем, мы ходим по этой земле, все, здесь сидящая вся наша республика. Но живем, конечно, не так, как хотелось бы. Почему? Мы не можем быть богатыми тогда, когда мы смотрим на эту землю, и там узнаем, что алмазы лежат, и нефть лежит, и газ лежит, и от этого богаче не становимся. Богатыми мы будем тогда, когда это полезное ископаемое поднимется, с земли, будет перерабатываться, продаваться на мировом рынке, получать будем доходы, после этого можем что-то сделать для себя. А то просто глядя на них, говорить о том, что почему мы бедные, почему мы так ходим. Поэтому первая задача, мы то полезное ископаемое, которое есть, с одной стороны, на территории, мы должны их добывать и зарабатывать на этом деньги. Но с другой стороны, некоторые говорят о том, что Борисов все продает, то есть, с одной стороны, мы запрещаем добывать, продавать это богатство. Тогда в этом случае, как будем жить богато дальше? Поэтому мы должны что делать? Я приводил цифры, факты о том, что когда мы добываем, продаем, что мы должны делать? Мы должны налогу получать. Налогу в бюджет республики. То есть, инвесторы должны приходить, добывать, заниматься производством и платить нам налоги. В последнее время эта картина у нас очень наглядно видна. Когда я вступал в должность президента республики в 2010 году, и сегодня, сегодняшняя картина по разнице налогов. Мы тогда имели бюджет, сконсолидированный бюджет, около 100 миллиардов, и при этом половина, 49 миллиардов. Это было налоги, остальное 51 миллиард, это дотация Российской Федерации. Сегодня, вместо этого, картина другая. У нас уже 200 миллиардов доходов бюджета, но при этом сумма дотации осталась прежней, но при этом собственные доходы достигли до 130 с лишним миллиардов. Вместо 49 миллиардов, 132 миллиарда. Сегодня дотация составляет 28 процентов. Все остальное, это собственные доходы. То есть, мы решаем две задачи. Доходы увеличили, и сохраняя уровень дотации, зависимость от федерального центра сократили намного. Это очень важный вопрос. Дальше, чем доходы увеличиваются, тем больше зарплаты даем врачам, учителям, поддержкой с аграрниками и так далее. Культуру, спорту. Мы финансируем их резко увеличиваются. Вот это главная задача. Этим мы должны заниматься, и этим занимаемся. в связи с этим мы должны посмотреть, что такое инвесторы, почему они приходят, и что они должны делать. У нас немножко другое представление, что они пришли, нам должны раздавать деньги. Кто сегодня раздает деньги? Никто не дает. Все должны зарабатывать деньги. И мы сами должны зарабатывать деньги. Поэтому вот это миф, который говорит о том, что мы продаем, при этом ничего в замене не имеем. Теперь спрашивают, почему мифы об активах. Да, мы, если имеем у себя активы, такие, как авиакомпания Якутия, Ленское объединенное речное пароходство, ГОБЖИ, ХХ и так далее, Сахатарас Тегаз, это наши активы. Если бы мы все имели, то мы должны защищать, они все требуют поддержки, потому что государство это самый неэффективный хозяин, и он очень плохо работает, и в результате компания испытывает трудности. И возникает вопрос, их надо поддержать. А если это наши предприятия, мы вынуждены, должны были обязательно поддержать за счет бюджета республики, за счет зарплаты врачей, зарплаты учителей, мы должны поддержать хозяйствующих субъектов. Мы хотели в этом году ГУП ЖКХ поддержать. Такой шум стоял, о том, что зачем за счет бюджета ходить, но тогда эта компания погибнет. Мы хотели поддержать свою собственную государственную компанию, авиакомпанию Якутии, за счет бюджета. Мы обязаны за счет бюджета только поддержать. Другого варианта нет. Но мы не можем за счет учителей и врачей что мы должны сами задержать. Вот это тоже очень опасное и неправильное представление о собственности. То есть если мы имеем в своей собственности такие предприятия, мы обязаны за счет государства содержать. Но государства нет ресурсов. Никогда не было ресурсов. То что зарабатываем мы хотим социальную поддержку отправлять, село поддержать, учителям врачам зарплату увеличить. Но еще вы хотите их поддержать. Поэтому в свое время были приняты решения то, что было государственные активы, которые могли бы государство плохо управлять, плохо добиваться, потому что сама природа такая экономика. Поэтому в свое время мы приняли решение продать определенные активы другим эффективным хозяевам, но при этом убить два зайца. Какие зайцы? Вот Якутуголь я помню в 2006 году приняли решение. это было предприятие, которое беспрерсективное. Вот неренгриевский разрез, который должен был закрыться, вот скоро закроется, потому что там уголь исчерпывается. И у нас была бумага, которая называлась лицензия на добычу углей на Эльге. Объединили два актива и продали. Продали за дорого, за 2 миллиарда долларов. мы продали сильному хозяину Мечилу. И что мы получили? Предприятие стоит, оно стояло, стоит. Эти же люди работают, при этом параллельно новое предприятие создали. 360 километров и 320 километров железную дорогу построили. Ребята создали новое предприятие. И плюс нам 2 миллиарда добавили. Мы взяли, железную дорогу построили, очень много объектов построили, школы, детские сады построили. Разве это плохо? Эти же люди работают. Хозяин решил проблему, наша головная боль снята, и плюс еще 2 миллиарда объектов появились. Разве это плохо? Это очень выгодно. Вот поэтому активами работать, управлять, надо очень грамотно и в интересах республики. Что мы сделали? А у нас сегодня как говорят, выходят на трибуны и говорят, Борису все продал. Но ничего никто с собой в карман не положил и не увез. Все они здесь находятся. Единственный актив, который мы в свое время потеряли, это Якутия Энерго. В Якутии ни одного рубля не получила, но 100% подарили Чубайсу. Это было самое глупое и самое неправильное решение в Якутии. Это было давно, в 90-х годах. Это была единственная ошибка. Все остальное идет правильно. Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны понимать, я обращаюсь к телезрителям, в таких вопросах надо сделать так, чтобы грамотно объяснять людям, специалистам, экономистам, а не так, как говорит, пришел человек с улицы и сказал, вот все продали. Вот отношения, я все таки не согласен с той позицией, которую иногда озвучивают. Теперь я по отношению к себе хочу сказать. В связи с этим, еще раз говорю, я руководствуюсь завещанием своего учителя, Василия Семеновича Яковлева, народного писателя Долана. Он мне говорил, Егор, если ты сегодня начинаешь участвовать в управлении республики, если ты будешь действовать только из интересов жителей республики, только от интересов республики, то ты никогда не проиграешь. Всегда будешь выиграть. Я всегда этим руководствовался и руководствуюсь. И сегодня это меня спасает и мне это помогает. Спасибо. Следующий вопрос из зала. Дарья, есть вопросы? Да, Егор Афанасьевич, мы немножечко вернемся к теме местного производства, ведь у нас в студии сегодня Василий Местников, который желает задать свой вопрос. Уважаемый Егор Афанасьевич, у меня вот такой вопрос. Местные производители, субъекты малого и среднего предпринимательства, конечно, мы испытываем некоторые ограничения в средствах, но хотелось бы дальше работать и развиваться и выходить уже за регион. Нам, естественно, нужен какой-то сильный региональный бренд. Мы знаем, что имеется такой проект, сделанный в Якутии. И этот проект сейчас находится в ведении Министерства сельского хозяйства. И по данному проекту в последнее время мы пока ничего не слышим, но хотелось бы, чтобы Вы помогли, и это бы очень здорово помогло выйти нашим производителям уже за другие регионы и увеличить свои объемы. большая просьба заложить в бюджет или сделать так, чтобы в 2018 году этот проект реализовался. Спасибо. Это тоже одна из... Я говорил, в этом году мы поставили две задачи. Начать работу по борьбе с бедностью. Вот решение первое мы приняли. И этим будем заниматься. И второе направление. мы говорим о том, что крупный бизнес уже вышел на тот уровень, что в республике они будут давать устойчивые доходы, и они будут нам помогать и дальше развиваться. То есть крупная промышленность сегодня как бы очертана, какую перспективу мы будем иметь. А вот второе направление, самое стратегическое, самое важное, это развитие местного производства. Почему? Потому что местным производством в основном занимается наши, только наши. Значит нам надо поддержать предпринимательство. Значит это поддержать по всем направлениям. И мы сегодня в правительстве начали очень большую работу в участии в соответствующем министерстве ведомств в решении этих проблем. Да, я согласен, две проблемы, которые вы затронули, ограничены средства. Вот сегодня я принял решение, я это публично сюда подтвержу, я честный публично сюда объявляю. Ну, мне бывает больно, когда не принимают, выступают, критикуют, да, но я понимаю ответственность перед республикой, ответственность перед людьми, и соответственно это требует мне взвешенное решение принимать. Мы приняли решение приватизировать 10% Боларуси Нюрба. Приватизируем и определенный сейчас целевым из этих денег направим не сотни миллионов рублей, а миллиарды рублей на поддержку местного производства. В обязательном порядке, потому что иначе мы не можем голословными словами не можем это поддержать. Нужны деньги. Вот это один из источников, который мы уже определили целевым для поддержки местного производства. Но что касается бренда сделанного в Якутии, да, сегодня проект есть, занимается этим, как бы согласовывает Министерство сельскохозяйства, но они имеют как бы уже брендовые определенные представления дали перед, скажем, в крайнем случае перед московскими потребителями за счет той продукции, которой рыбы, переработанной продукции. Поэтому мы хотели им сделать. Но я думаю, что мы ее расширим, сделан бренд, сделан в Якутии, и наверняка это передадим Министерству инвестиционного развития и предпринимательства. Тогда это будет более широкий выбор. Это будет касаться и ювелиров, и других производителей, чтобы это было более брендовые представляющие республику. Вот с этой точки зрения я лично разберусь, то, что там где-то затеряно. Если затеряно, то мы найдем. Спасибо, Игорь Фанасьевич. У нас остается очень мало времени. Мне подсказывают, что у нас есть скайп-подсоединение. Город Ленск на связи. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь Фанасьевич. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Красивович. Я молодой специалист управления Алмаз-Горстан и акционерная компания «Алороса». И ответственно у нашего района следующий вопрос. Какие меры предпринимает руководство республики по привлечению местных молодых кадров в нефтегазовые компании, которые начали свою активную деятельность в республике, в частности в Ленске, «Алороса». Спасибо. Это очень интересный вопрос. Но с другой стороны, я попытался ответить на этот вопрос с учетом общих вопросов, которые озвучили здесь. Но в Ленском районе это самый выгодный район, где можно привлечь промышленность в нефтегазовые предприятия. Мы даже сегодня боялись, что многие из наших предприятий, включая «Алороса», перебегут или перейдут работать туда. Так и происходило на начальном этапе, когда некоторые специалисты, которые связаны с технологиями и так далее, они переходили, потому что зарплата выше, чем была в «Алороса», например. Но сегодня мы сделали так, чтобы имеем соглашение с компаниями, которые работают на территории республики, в том числе в Ленском районе, а мы таких соглашений имеем по республике 30 штук. С 30 крупными компаниями имеем соглашение по привлечению наших кадров. И в результате в Ленском районе мы безработицу сократили 2,6 раза. Это большой показатель, но проблемы не решает. Потому что люди все хотят туда ехать. Компания все-таки специализирована компаниями, они имеют своих специалистов, которые проходили специальное образование. Для того, чтобы конкурировать с ними, нам тоже надо переквалифицироваться. И, к сожалению, наших ребят в основном берут на подсобные работы. Потому что у нас не было раньше такой крупной бизнеса, нефть, газ и другие. Поэтому с этой точки зрения служба занятости республики получила поручение, чтобы решить проблемы безработицы, заниматься переквалификацией наших кадров на те потребные специальности, которые нужны нашим людям. С другой стороны, Министерство, Государственный комитет по занятости сегодня ведет персональные работы с каждым руководителем крупных предприятий, чтобы заключить, если не заключено соглашение именно по трудоустройству наших земляков. С другой стороны, мы, насколько возможно, постараемся сейчас искать пути ограничения привлечения мигрантов. Особенно последние годы были привлечены китайцы, получали определенные лимиты, минуя республику, прямо решением правительства Российской Федерации, и мы будем торпедировать это, скажем, решение для того, чтобы восполнить нашими кадрами. То есть мы проблемы, в принципе, знаем, она полностью не снята в Ленском районе, не только в Ленском, и там в Нерингре, и в Алдане все эти темы поднимаются, в Валековинске поднимаются, поэтому эта работа была в порядке. Если раньше мы как-то решали эти вопросы рывками, то сегодня комплексно, планово занимаемся. Для этого создали специальный государственный правительственный орган, который называется Государственный комитет по занятости. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Давайте возьмем еще один вопрос из зала. Александр Жилевич, у вас есть вопрос? Общество Асохой. Уважаемый Егор Фанасьевич, у меня вопрос, скажем так, политический, наверное, да? Никому уже не секрет, вот приближаются два главных выбора нашей республики, это выборы Вилтумен и выборы главы республики. И в связи с этим у нас видно, что очень активизировались, скажем так, разные силы, которые используют черные технологии хаоса, скажем, и разных ужасов, говоря киношным языком. Если смотреть вот по Украине, по Украине, по Сирии, эти черные технологии это вообще страшные вещи. Вот вопрос у меня такой, Егор Фанасьевич, вот как нам изменить вот наш свой собственный менталитет таким образом, чтобы он впоследствии смог защитить нас от такого рода черного пиара, разделения народов, скажем так, разъединения, чтобы рассаривались там соседи, братья, сестры, чтобы такого не было, чтобы нас защитил наш собственный менталитет. Как нам измениться? И второй вопрос, у нас есть такие люди, которые этим занимаются, вот что с ними делать, вот как с ними обращаться, если они вот таким образом прямо своему же народу втакают кинжал? Что делать? Спасибо. Так, вопрос, конечно, очень сложный. Я очень много езжу, бываю в регионах, но я считаю, что моя Якутия по-моему, самая политизированная республика, так скажем, да, потому что может быть здесь предпосылкой является то, что мы в свое время объявили, что общественная активность, строительство гражданского общества, открытость общества, открытость власти, она должна способствовать разбитию всего, то, что мы говорим, общественные отношения. Создано все условия с точки зрения, например, развития средств массовой информации. Здесь полная свобода. Я никогда не брал на себя ответственность запретить, ограничивать, потому что я считаю, что через посредством таких противоречий, посредством таких определенных столкновений мнений, через определенные дискуссии, споры на уровне общества. Мы все-таки научимся культуре, научимся быстро разобрать, что такое плохо и хорошо. Я считаю, сегодня убежден, что мы это пройдем, что такой этап нам нужен. Я считаю, что это именно может быть и философски так можно подойти к этому. Все-таки мы должны переживать такие вещи. мы должны понимать и через себя пропустить сложности этих событий. Это во-первых. Во-вторых, сегодня я не обращаю внимания на то, что меня критикуют и так далее. Я единственное боюсь, что посредством определенных технологий, посредством определенных форм, методик могут создаваться такие условия, которые иногда создаются за рубежом, вы видели, оранжевые революции, какие-то желтые революции и так далее. Вот до того, что бы ни дошло. То есть люди быстрее научились разобраться, что такое хорошее и плохо. Вот в связи с этим, что я хотел бы сегодня сказать. Нам надо сделать так, естественно, всегда испокон веков все-таки человек стремился к добру. Человек всегда стремился к чему-то хорошему. Вот этого надо как-то подчеркивать и на это понятие выходить. А то у нас сегодня очень большое любопытство к страшным вещам, к убийствам, насилию и так далее. И старшему поколению это не грозит. Вот то молодое поколение, которое сегодня появилось в 90-х 2000-х годах, от влияния их на сегодня, на них сегодня это процесс очень большое. Поэтому мы должны чувствовать определенную ответственность перед будущими поколениями о том, что мы можем вот так споря, там шутя, может быть, играя этим, мы можем упустить целое поколение. Понимаете? А потом, когда глянемся, эти люди не могут разобраться, где хорошо, где плохо. Вот это меня беспокоит, поэтому слово менталитет менять, менталитет старшего поколения, он сохранился, так он все-таки стремится к добру. Вот с молодыми людьми по менталитету нам надо очень крепко подумать и заниматься. Вот поэтому я предложил, что в этом году нам обязательно порядка с учетом новых подходов, с учетом нового появления, появления нового поколения нам надо сделать новое, абсолютно новое видение молодежной политики. Вот это я сегодня правительству дал поручение, этим будем заниматься. Поэтому то, что касается тех политиков, которые сегодня выступают, если проанализируете, то увидите, это люди в свое время обласканные власти. люди. Они оказались невостребованы сегодня. Я очень хочу, чтобы любой, который попал в номенклатуру, попал в чиновника, они должны быть востребованы самим обществом, своим трудом они должны понимать свое место в обществе. А то обласкались, а потом каким-то образом почувствовали обиды и побежали в политику. вот это не скажем не результативно и они не представляют какую-то конструктивную оппозицию. А нам нужна и конструктивная оппозиция. Потому что нам же развиваться надо. Нам искать свои недостатки, самому искать недостатки, которые нужно исправлять сложно. Поэтому конструктивная оппозиция, которая показывает эти недостатки, она должна быть. Но, к сожалению, у нас больше критиканства, чем вот в этом направлении нам надо всем обществом. Но потом должны быть идеи, которые объединяют нас. Объединяет народ, объединяет общество, группу людей. Спасибо. У нас как раз в этом году год молодежи и у нас представители. Егор Афанасьевич, позвольте принять вопрос как раз таки от молодого поколения. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемый Егор Афанасьевич, в год молодежи хотелось бы обратить внимание на то, чтобы в наших городах и поселках появились специализированные площадки для активного отдыха и для занятий спортом. Например, площадки для скейтборда, стритборда и те же самые уличные тренажеры. какие-то проекты. Давайте договоримся, вы нам предлагайте, я насколько возможно буду поддерживать. Мне нужны предложения, не заявления, а предложения. Вот давайте там сделаем это, давайте там сделаем. Тогда совместным усилием сделаем. С молодежью работает очень интересно. Молодежь у нас очень активна, то, что сегодня, но их надо по правильному пути вести. Молодежное правительство республики вчера заняло первое место в Российской Федерации. Это просто огромная радость. Вот эта молодежь, которая сидит, это просто прелесть, ее надо в правильном пути вести. Вот это главная наша задача. Как раз Николай Борисов представитель молодежного правительства. Также я корреспондент ИСИА, и, наверное, единственный здесь человек в зале, у которого работает телефон. Наши коллеги из ИСИА передают, что уже начинают у нас публикации проходить, и уже есть там от нашего главного антикоррупционера материалы. В общем, читайте ИСИА, маленькая такая реклама, и по хатасским у нас тоже собирали немножко. спасибо, Николай, спасибо. Егор Афанасьевич, у нас по WhatsApp было очень много вопросов по кредитам, да, я один из них прочитаю на якутском языке. У вас Ставллах, Егор Афанасьевич, Шанрасиет, истинь, истинь, министерин көрсетен, 5 браганна кредит, тұхынан көпсетпікетен солонарға көпсеттілер. Республика, ордық, тэ жану сәргеті, үрдік браганна кредит, қабылатыгар, ылдардылар, ити 5 браганна кредит, жегенен тэ сирен жануғар кредит, тәрттен босқолонарға, тәрттен босқолонарға көпсеттілер. Бұл тәрттен өрттінь, бұл тәрттен, дүйін, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...